Григорий Дубовицкий, РИА Новости. Владимир Владимирович, я вернусь к теме ситуации на валютном рынке, тем более она развивается каждый день. Миллионы россиян это волнует. Многие эксперты, и вы в том числе, вы говорили о том, что одной из причин такой ситуации, это могут быть действия валютных спекулянтов. Назывались даже конкретные компании, конкретные фамилии. Вы можете назвать этих людей, кто они, россияне, какие-то зарубежные люди, и почему не удается их побороть? Они так сильны, или мы так слабы? И, если вы позволите, второй вопрос в эту же тему. Планируют ли фиксация курса рубля или деноминация рубля? Это то, что было сделано как раз нашими украинскими партнёрами, и никакого результата положительного не принесло. То есть, или заставлять продавать, вы это имеете в виду, заставлять участников экономической деятельности, экспортеров наших основных товаров, у которых есть валютная выручка, в обязательном порядке продавать. Да, но завтра они придут и купят опять, так, как это было в Киеве. Ну, и в других странах так происходит. Значит, следующим шагом нужно ограничивать их в приобретении на внутреннем рынке. Но этому так далеко зайдём. Поэтому ЦБ не планирует, насколько мне известно, и правительство тоже ограничивать наших экспортеров по таким показателям. И правильно делает. Это не значит, что правительство не может работать хотя бы через своих представителей в Совете директоров. Понимаете? Это же наши крупнейшие энергетические компании, они с госучастием, прежде всего. И поэтому там влияние возможно, но никаких директивных указаний, ограничений не планируется, мы это делать не будем. Что касается так называемых спекулянтов, это не уголовно-правовое понятие спекулянта на валютном рынке. Это могут быть иностранцы, участники валютного рынка, различные фонды. Они присутствуют на российском рынке и достаточно активно работают. Это могут быть и наши компании. И в целом, я же вот в самом начале говорил, это вполне соответствует практике любой рыночной экономики. Они появляются всегда, когда можно заработать денег, не украсть, не кого-то надуть, а именно поработать на рынке, создавая для себя благоприятную ситуацию. Это подталкивая, допустим, как это было в начале этого процесса, скажем, в данном случае Центральный банк Российской Федерации, выходить на рынок и продавать золотовалютные резервы в надежде поддержать курс национальной валюты, проводить так называемые интервенции. Ну, ЦБ остановился и правильно сделал. Надо было, может быть, только пораньше и пожёстче это сделать. Тогда не нужно было, может, ставку поднимать до 17%. Ну, это другой вопрос, это вопрос, так сказать, вкусовой, хотя он является весьма существенным, это правда. Вот я рассказывал, кто это такие. Знаете, вот позавчера, тоже, нет, два дня назад я с некоторыми из них разговаривал по телефону, по дружбе. Вот, и вот задал вопрос, ну, а что же вы придерживаете? Я, кстати, не заставлял ничего делать. Придерживаете? Ну, нам нужно платить по кредитам скоро. Я говорю, понятно. Ну, а если по ЗУСЕКам поскрестим, можно на рынок выйти? Подумал, через секунду отвечает. Ну, три миллиарда долларов у нас есть. Три миллиарда в загашнике. Понимаешь, о чём я речь? Это же не 30 копеек, это только в одной компании, три миллиарда в загашнике. Вот так вот по три миллиарда их, знаете, что там наберётся не 30, а может, 300 миллиардов. Но это заставлять нельзя. Всё равно руководители компании, даже это с госучастием, они должны чувствовать, что будет происходить. Они должны обеспечивать устойчивость своих компаний. А для этого правительство должно с ними работать в тесном контакте и обеспечить их не только вместе с ЦБ, не только валютной, но и рублёвой ликвидностью тогда, когда это им нужно. Давайте московский комсомол.